Всем привет дорогие друзья! С вами как всегда Дима и канал МТГ Сибирь И компания Wizard of the Coast выкатила нам вторую порцию карт С новым сетом D&D Adventures in the Forgotten Realms Для игры Magic the Gathering Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть Первый взгляд я еще толком не видел Посмотрел буквально первые две карточки, три карточки и мне понравились Это спойлер И собственно посмотрим, почитаем и обсудим играбельность этих карт в метагейме Да и вообще насколько они хороши или не хороши на сегодняшний день в стандарте или где-нибудь еще Итак ребята усаживайтесь поудобнее Наливайте себе чаек, кофеек, давайте смотреть карточки Первая карта слева направо Moon Blessed Cleric Благословленный луной клирик За три маны 3-2 Когда он выходит на поле битвы, мы можем найти в нашей колоде карту Char Показать ее, пошаффлить деку, положить на топ По-моему очень неплохой клирик Особенно если под тассой с блинком Просто шикарно За три маны 3-2 Замечательная карточка Далее The Book of the Wild Darkness За три маны легендарный артефакт В начале нашего конечного шага В начале нашего конечного шага, то есть когда ход заканчивается Если мы потеряли в этом ходу две или более жизни, то мы себе делаем 2-2 зомби За ТАП, за Экзайл вот этой вот книги И двух других артефактов под названием AI of Vinecta и Hand of Vinecta Мы создаем, собственно, Винекту легендарного 8-8 зомби Бога с Undestructible И который имеет все триггерные обилки всех артефактов, которые он поиграл Собственно, книги, глаза и руки То есть какой будет глаз и рука, я пока еще не знаю Но вот то, что мы когда потеряли свой ход два хита Или более, и сделали себе 2-2 зомбаря Это уже его триггер Плюс у этого артефакта имеется тройной черный монокост Что как бы намекает нам на игру в черной колоде Намекает на то, что в принципе эту карточку можно будет использовать под Devotion Как мне кажется Далее Вервульф Вервульф пак лидер За 2 маны существо 3-3 Что еще тебе надо, монозеленая агра? Ах да, крутых обилок Ну давайте Когда он Вервульф пак лидер атакует Если мы атакуем существами с суммарной силой 6 или больше То мы дробуем карточку Шикарно Как по мне, так очень шикарно За 4 маны он не перестает быть хуманом Становится просто Вервульфом И становится 5-3 с трэмплом Шикарно Блин, еще как шикарно По-моему, очень крутая карта В монозеленую агру Очень крутая Далее у нас Orb of Dragonkind Артефакт за 2 маны А за 1 ману он умеет добавлять 2 маны на разыгрывание драконов Или обилки драконов То бишь, ну просто это мано разгон В драконью деку За красненькую тап и Sacrifice Он смотрит 7 верхних карточек библиотеки Показывает там дракона И кладет его нам в руку Крутая была бы дека на драконах Если ее можно было бы придумать И мне кажется, более чем крутая Достойная, хорошая артефакт Мне нравится Далее у нас идет Так 50 feet of rope Что-то, наверное, 50 фунтов веревки Что-то такое Так Климп овер Тик ап И рэп и даун Ну это просто название белок Вот так вот Как раньше Вот в берсерке было, да За первую белку, за тап А целевая стена Не могут же блокировать на ходу Ну такое себе За 3 ман этап Целевое существо Не растапывается В начале Он тап степа Контролирующая ГАК Неплохая белка для драфта Согласен За 4 ман этап Венчурный денджин То есть продвигайтесь по денджину Ну вот такой вот артефакт Как я предсказал Да, будет какой-то артефакт Который затап и сколько-то маны Будет продвигать нас по денджу Собственно такая веревка у нас и есть Но это не более чем Драфтовая или силедная карта Не более того Гризелакс За 3 маны Легендарное существо Ужас 3-2 Когда существо Под вашим контролем Становится заблокировано Вы можете вернуть Его В вашу ручку Ну неплохая обилка Для Существ Которые Имеют Какой-то ЕТБ эффект ЕТБ Это значит Enter the Battlefield То есть Когда он входит в игру Когда Одно или больше существ Под вашим контролем Наносит повреждения Игроку Возьмите карту По-моему Очень даже неплохой Чувачок В такую вот Какую-нибудь Агрессивную колоду На ЕТБ эффектах Мне прям Очень сильно нравится Во-первых Не дает нашим существам Умирать Их придется заново Перекастывать Но В то же время Не дает убивать Существ противника Это плохо Это плохо Потому Это знаете Когда хорошо Когда мы Вставили кучу Существ в блок Вернули их в ручку В следующий ход Сказали Масс ремовал И начинаем Выставлять существ Заново Тогда Эта карточка Имеет место быть И она достаточно Неплохо будет смотреться Потому что Да Очень хорошая Choose your weapon Выбери свое оружие За три маны Инстанта Выберите одно Либо Удвойте Силу и выносливость Целевого существа По вашим контролям Либо наносить Пять повреждений Целевому существу С полета Ну Знаете Одна-две копии В какую-нибудь Монозеленую агру Когда у тебя У Йорва Уже такой Там 6-6 И ты Он такой Идет в атаку А по ней думаешь Ну ладно Пройдет Там останусь В четырех Хиточках И ты такой А давай Удвоим Да он будет 12-12 И хренакс И зафинишировал Ну вот тогда В принципе Да В таком случае Можно Плюс Да В принципе Играбельная карточка Ничего против нее Не имею You see A pair Of goblins Ты видишь Пару goblins Что это За три маны Инстанта Выберите два Либо Существа Под вашим контролям Получают Плюс 2 Плюс 0 Либо Создайте Двух Гоблинов 1-1 На скорости Instant В принципе Ничего Такая карточка Интересная Даже очень Я бы сказал Мантикора За четыре маны Флэш Флэш Флэйнг 2-1 Когда Мантикора Выходит На поле боя Уничтожьте Целевое существо Под контролем Под контролем Оппонента Который Нанесил Доматш В этот тур То есть Засада То есть Какая нибудь Крича Пробежала По вам Хоп Мантикора В конце хода Давайте уничтожим Или После Комбат Фазы Ну Ничего Такая крича То есть Мы можем В принципе Убирать Какие кричи Каких блокировать Каких не блокировать В итоге Ту которую Не заблокировали Та и умрет Ну Это тоже Неплохая карта Я бы сказал Что она не самая худшая Карта Которая могла быть В монокосте Камана За две маны Обычья сила Целевое существо Получает Продукт 2 И получает Трамбу Такого хода Разверните его Ну Это Не играбельная карта В стандарте Абсолютно Потому что Таких карт Мы видели Миллионы Их есть Миллион Существует Тем более За две маны Плюс 2 Плюс 2 Трампл Как бы Лучше Джиант Гроуз Одну ману Плюс 3 Плюс 3 Ну Мое мнение Такое Желатиновый куб За 4 маны Существо Тина Желатиновый куб Мы сможем играть Ребята Желатиновым кубом Я думаю Что я буду играть Желатиновым Господи Это даже смешно Говорить Когда желатиновый куб Выходит В поле битвы Изгоните Целевое Не тину Существо Под оппонента Контроля Пока желатиновый куб Не покинет Battlefield Это очень круто Потому что он 4-3 И не 2-2 И от гиганта Костекрушителя Он не умирает От шока Элементарно Он не умирает Но От чего-то другого Умирает однозначно Итак За одну ману Икс Положите Целевое Существо С монокостом Икс Из экзай Который Поизвел Желатиновый куб Под вашим На На кладбище Контролирующего Игрока Неплохо Мне желатиновый куб Нравится Это очень прикольная идея То есть он его переварил За ману И выплюнул На кладбище Это крутая идея Очень тематическая карта Мне она нравится Очень сильно Девоур интеллект Извлечь интеллект Что-то такое Не знаю Целевой оппонент Дискартит карту Если мана С Трежера А Если мы использовали Ману С С этого Ну вы поняли С артефакта Который За стаб Скарфайз Дает ману С трежера Была потрачена На это Вместо этого Оппонент показывает Ручку Мы убираем Оттуда Неземельную карту И дискартим Интересная карта По крайней мере Она интересная Она нетривиальная Гилдчеф За две маны Гильдейский вор 1-1 Когда он Наносит Повреждения Игроку Положите Плюс Неписк На него Это очень Интересная Опция То есть он Растет По мере Наносения Дамага Это неплохо И это Орк Орк Рога Так За четыре маны Гилдчеф Не может быть Даблокирована В этом ходу В принципе Слушайте Карточка Неплохая Она в принципе Неплохая Плюс она Дает возможность Быть Не заблокирован Достаточно Дать флайнинг Чтобы он начал Начал Творить грязь И За четыре маны Он будет Неблокируемый Будет постоянно Расти И наносить Все больше И больше И больше Дамага В принципе Карточка Достаточно Такая Интересная И достойная За две маны 1-3 Хуман Клерик Когда он Выходит На поле Битвы Выберите Опции Либо Погоните Два хита Либо Целевой Энчантмент Либо Изгоните Карточку Из игры Вы слушайте Очень хороший Клерик С очень Хорошими Опциями Какой-нибудь Одна-две Штучки В мэйне И Одна-две Штучка В сайде Под тасу Под какой-нибудь Блинк Просто Замечательная Карта Я вам скажу Очень хороший Достойный Коман Причем Это Коман Ребята Это Коман Садиман 1-3 Очень достойный Я думаю Что ему Нужно быть Анкоманом Но почему-то Коман Карта Классная Садиман Инстанта Либо Существа Под вашим Каном Почат Присуем Писуем До конца Хода Либо Нанос 5 Повреждений Целым Атакующему Существу Ну Такую-нибудь Агрессию В принципе Неплохо Можно Какого-нибудь Атакера Жирного Высечь Если Играть С Маленькими Существами Можно Дать И Закончить Партию В принципе Карточка Достаточно Интересная Мне Она Нравится The Blackstaff Of Warder Легендарный Артефакт За одну Ману Синий Вы можете Выбрать Антапать Или Антапается Или не Антапается Этот артефакт В начале Вашего Антапс Цепа Целевое Не Артефакт Несущество Под вашим Артефакт Вашим Контролем Существуется 4-4 Артефакт С Пока Он Затапанный Слушайте Классная Карта Потому что Есть За две Маны Просто Ножниц Который Делает 4-4 И когда Ножницы Артефакт Умирает То Ножницы Тоже Умирает Это Не Умирает Это Остается В игре И Да Карточка Очень Крутая Она Очень Крутая Действительно Мне Она Очень Нравится Это Хорошая Играбельная Достойная Карта С ней Можно Собирать Деку Тем более Что Ну Да Да Так Трежер Чест За три Маны Артефакт За четыре Маны Пожертвуйте Трежер Чест И Киньте Двадцатигранный Кубик Ну Собственно В лучших Традициях ДНД Что Можно Было Еще Ожидать Если Вы Выпал Один То Вы Уложите Три Хита Если От Двух Девяти Вы Создаёте Пять Трежер Токенов Это Хорошая Опция Если Вы Вы Положите Двятнадцати Вы Положите Три Жизни И Берете Три Карты Если Если Это Артефакт Вы Можете Положить Его На Поле Боя Сразу же Иначе В ручку Прикольный Трежер Шест Мне Нравится Он Такой Прям Интересненький Одноразовый Конечно Но Интересный You Come To A River За Две Маны Инстант Выберите Одно Либо Отзвините Неизмельный Пирамет В руку Владельца Либо Существо Пуще 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 Один Плюс Ноль И Не Может Быть Заблокирована Но Это Пайл Откровенный Пайл Неинтересная Карта Идем Дальше Cave Of The Frost Dragon Вот Еще Одна Земелька Из Разряда Оживающих Земель Которые Нам Представит Этот Сет Она Естественно Входит Затапанная Если Мы Контролируем Две Или Больше Другие Земли То Если Треть Выходит Не Надо Первой Три Четыре Белым Полет Драконом С полетом До конца Хода Ничего Такая Контроль Ненькая Карта То есть Ей Можно Упороть Если Ты Играешь Тяжелый Контроль И В принципе Намерен Пороть Одними Землями То Эта Карточка Более Чем Интересная You See Guard Approach За Одну Ману Инстанта Выберите Опцию Либо Затапайте Целевое Существо Либо Все Получает Хекс Трукс До Конца Хода Ну Если Какую Маленькую Дешевую Моно Синюю Или Синю Какую Нибудь Агру Собирать То В принципе Эта Карточка Имеет Место Быть Она Умеет Спасать Жизнь Вашему Существу Либо Она Умеет Затапать Блокер Это Тоже Немаловажно Далее Три Ману С Пландерин Барбариан 2 Дворф Варвар Когда Дворф Варвар Выходит На поле Битвы Мы Выбираем Опцию Либо Уничтаем Целый Артефакт Либо Создаем Себе Трежер Токен Все За Три Ману Circle Of Dream Druids 2 1 Затап Добавляет Ману За Всех Существ По Нашим Контролям В принципе Ничего Такой Маноразгонщик Особенно Я думаю Что Он Может Заиграть Запросто В Каком Нибудь Историке И Это Эльф Что Немаловажно Flame Скал За 3 Ману 3 1 Полет Не Может Блокировать А Так Когда Flame Скал Умирает Изгоните Его Если Это Делаете Изгоните Топовую Карточку Вашей Библиотеки До Конца Вашего Следующего Хода Вы Можете Разыграть Изданную Карту Ничего Такой Ничего Такой За 3 Ман 3 1 Полет Ну Не Можем Благодарить Ну И Пофиг Умер Зато Сыграл Нам Нарок Ничего Такой Нормальный Вообще Очень Хороший Далее Вообще Очень Хорошая Карта Прямо Классная Только Единственное Арт Что Не Очень Такой 4 Маны Полет Дракон 4 3 Айсин Дес Фрост Дракон Полет Бдительность Это 4 Мана 4 3 Когда Он Умирает Сделайте Другого Дракона А Так Извиняюсь Уже засыпаю Ребята Столько Текста Когда Он умирает Вы делаете Токена Он Является Легендарным Эквипментом Артефактом Который Дает Способность Заэквип Получает 2 Плюс 0 Существо Заэквипанное И Когда Заэквипанное Существо Атакует Затапает Существо Под контролем Защищающегося Игрока Эквип 2 Прикольная Карта Она Очень крутая Она Очень Агрессивная 4 Мана 4 3 Дракон С полетом Собедительностью Как бы этого Мало Ну ладно Он умер Превратился В артефакт В легендарный Артефакт Который К тому же Еще и Дэк 2 Плюс 0 Тапает Существо Оппонента Круто Это круто Charmed Слип За 3 Маны Аура Зачарает Существо Когда он Выходит на Поле Битвы Затапает И зачарает Существо Не разворачивается Во время Шага Контролирующего Волгерка То есть Делает Он то же самое Что и Ловчая Сфера Ничем Не отличается Абсолютно Единственное Что по-моему Монокост У него Ловчая Сфера 1 Синенькую 2 А тут 2 Синенькие 1 Но я не думаю Что это Прямо Хорошая Карта Она Откровенно Плохая Это Драфтовая Карта Однозначно Мимик За 2 Маны Артефакт Какой-то Шарс Какой-то Ну вот Тип Артефакта Шарс Ну ладно А ну Он тут Еще и Написано На Неанглийском Ну так Понимаю Что До конца Хода За 2 Маны Он Солнится 3 3 Существом А Затап Что-то Может быть Малу Добавляет Потом посмотрим Когда уже будет В переводе Либо на русский Либо на английский Дэн Оф З Багбир Ну эту карточку Мы увидели Которая превращается В гоблина Пюрпл Ворм За 7 Маны Ворм 8-7 Стоит на 2 Меньше Если существо Умерло в этом ходу То есть он Стоит 5 За 5 Маны 8-7 Неплохо Вард 2 Что такое Вард Когда это существо Становится Целью Заклинаний Или способность Подкануть оппонента По контре Эту способность Если только Оппонент Не заплатит 2 Ничего Такое То есть мы Что-то пожертвовали Или что-нибудь Умерло Вот так Вот так Такого 5 Маны 8-7 Которого Еще Чтобы убить Нужно Доплатить 2 Манки Прям Неплохо Так Бехолдер Легендарный Бехолдер За 6 Маны У нас Появился Ребята В цветах Демиров 5-6 Что он делает В начале Твоего Обкипа Выберите Цельного Оппонента До конца Хода Этот оппонент Не может Касить Спелов Ты можешь Смотреть В верхнюю Карточку Его Колоды В любое Время Ты можешь Играть В верхнюю Карточку Его Колоды Ему Можешь Тратить Ману Любого Цвета Как будто Ну На разыгрывание Этой Карты Отчет Так Жестко За 6 маны 5-6 Супер Супер Кричи Которые Ложатся В контроль Которые Блин Прямо Жестко Или это Мне как-то Кажется Или это Пайло Мифик Но Опции У него Прямо Какие-то Супер Шикарные Я вам скажу Сфера Аннигиляции За Черненькую Икс Артефакт Выходит Сикс Войд С жетонами На ней В начале Вашего Обкипа Изгоните Сферу Аннигиляции Все существа Иплэнслокеры С монокостом Меньше Чем Количество Жетонов На нем И все Существа Иплэнслокеры Из всех Кладбищ С меньшим Количеством Жетонов На нем Жесть Ставишь Такой Сферой Аннигиляции Надо Хрена И в следующий Ход Просто Столб Вычищается Оппонент Не играет В этот Ход Крич Столб Вычищается И ты Как красавчик Начинаешь Разыгрывать Угрозу Прикольно А Кабольда Мы этого Сейчас смотреть Не будем Потому что Он должен Идти Следующим Вот он В своей красе За одну Ману 0-1 С угрозой Когда Мининов Замайти Атакует Если ты Проатаковал С кричами С общей Суммой сил 6 или больше В этом В этой Битве Вы можете Положить дракона Из вашей руки Прямо в игру Затапанным И атакующим Но сам он 0-1 Но его Должны Заблокировать 2С Чтобы он Умер Но сам он 0-1 Ничего Тогда Интересный Он по крайней мере Интересный Оурс Хибол За 5 маны 4-4 И снова Тут что-то у нас По непонятному языке Поэтому пока что Мы его оставляем Просто будем знать Что будет у нас Такой вот Камон За 5 маны 4-4 Тут вообще Что-то с иероглифами Связано Поэтому Вот это земля Оживающая Видимо Она будет 7-7 За 6 маны Ну пока что Непонятно Вот она тоже Кстати Ну тут пока что Мы не будем смотреть Тут зато у нас Есть земля Черная Точно такая же Из этой же линейки За 4 маны Становится 3-3 Черный Бихолдер С обилкой Когда это существо Атакует Изгонит целевую Карточку Кладбище Защищающегося Игрока Ну скажем так Не самая Сильная Абсолютно Не самая Сильная Карта Из цикла Оживающих Земель Вот кстати Как она выглядит На самом деле А тут у нас Ребята Это Тараска Тараска Это одно Из самых Легендарных Самых Сильных Самых Хер Ты его победишь Существ Которые Существуют В ДНД Оно будет Явно За 9 маны Но явно Будет 10-10 Что-то у него Будет На 10 маны Дешевле Или дороже Или добавьте И пока Непонятно Но мы будем Ждать Мы будем Смотреть Мы будем Как бы Ожидать Тараску Потому что Это действительно Интересно Тут у нас Еще какой-то Чувак 2-3 За 3 маны Комановой Который пока что Непонятно что делает А какая-то За 2 маны 2-2 Который тоже Непонятно что делает И на этом К сожалению Сет Заканчивается Из того что нам Нового показали Давайте подытожим По хорошим карточкам Которые наверняка Стоят И будут Как мне кажется Играть В этом Сете Из того что нам Сегодня показали Во первых Да Minion of the mighty Очень интересный Он такой Необычный И Дека на колодах Как по мне Так должна вырисовываться Сама собой Сейчас Во вторых Сфера of annihilation Это просто какая-то Имба Это полом Потому что Действительно Она зачищает стол И какой-нибудь Черно содержащий контроль Тот же Султай контроль Будет ей активно Пользоваться Потому что Султай контроля Перманентов на столе Как вы знаете Очень и очень мало Далее Конечно же Ксанатар Он Ну прямо Какой-то интересный И мне кажется Непонятно Что с ним делать Это я вам говорю Как Знающий человек Purple Ворм Тоже Очень интересный И мне кажется Что он даже Будет играть Какой-нибудь БГ колоде На сакрафайсе Почему бы Собственно И нет А Мимик За две маны Которые становятся Три-три-три Если он Действительно За тап Умение Добрять Ману Это будет Просто Неоценимая Карта Которая Будет Очень хорошо Ложиться В любые колоды Практически В любые колоды Fame Скал Очень крутой Прямо Очень Ну и Дракон Белый Прямо Супер Паломный Ну на то Не мифики Это понятно Этот эльф Мне пока что Не нравится Три-маны Все-таки 2-1 Поставить Хочется Что-то Поинтереснее Если ты Играешь Зеленые колоды Тут Обязан Играть Чисто Зеленые колоды Как мне кажется Ну Варвар Такого Ситуативной Сайдовый Белая Земля Мне понравилась Да Она будет Играть UCI Гварта Прочь Который Дает Хекс Пруф Тоже В принципе Наверное Где-то Заиграет Хотя Я не думаю Что в большом количестве Явно Не main Четыре штуки You come to a river Мне не понравилась Эта карточка Ну я уже Об этом говорил Трэжер квест Он интересный Он такой Очень фановый Поэтому непонятно Будет он играть Или нет The black Of Waterdeep Я думаю Что очень хорошо Будет играть Эта карта И я рекомендую Вам к ней Присмотреться Потому что Действительно Карточка Очень сильная Даунбринг Лерик Неплохой Прямо Такой Вот он Может быть Даже где-то Мейновый Но скорее всего Сайдовый Довор интеллект Такое себе Хотя Он очень Суитуативный И смотря Какую ты Деку Подел заточишь Гилл Чиф Мне понравился Желательный Куб Прямо Очень сильно Понравился Прямо Очень прикольный Ну из такого Что я бы мог Выделить Что мне еще Очень сильно Понравилось Это Наверное Во-первых Вот Волк И The book Of the world Darkness Она конечно Будет сильно Неиграбельная Но я люблю Такие вот Просто Черные карточки Которые Какие-то Такие Фриковые Спасибо Большое Ребята За просмотр Если вам понравилось Пожалуйста Не поскупитесь На лайк И подписку И комментарий Ну а с вами Как всегда был Дима Канала Всем удачи Пока И хороших Табдеков